Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в зомби против растений. Так, вот как вы помните, нам в прошлый раз дали бонусное растение. Вот оно у нас появилось. Ну это, похоже, обычный росток. И я хочу купить вот этот граммофон. Хоть он и 15 тысяч стоит, но я его куплю. И посмотрю, как он работает. Опа! Хе-хе. По ликеровски не так, ладно. Всё, вроде бы сад дзен у нас покушал. Он больше не хочет кушать. Так, ну давайте посмотрим, что у нас в мини-играх есть интересного. Зомбаквариум. Зомбаквариум. Ну давайте поиграем в зомбаквариум. Щелкните по аквариуму, чтобы накормить зомби. Офигеть. Соберите 100 единиц солнышек. А, ты 1000 единиц. А они стоят, кстати... Ой. Они, кстати, стоят денег эти... На тебе, чтобы далеко не плыть. Блин, ну вот это, конечно, мини-игра. Хе-хе-хе. Кто её придумал? А, вот они зелёными такими становятся, когда их надо кормить, я понял. Ну, в принципе, это не игра, если ж только, разве что, время там засекать как-то. За какое время их... Ну, их успеть, так. Ну, я думаю, в принципе, столько, наверное, нам хватить должно. Давайте ещё парочку. Я промахиваюсь и... Ну, всё, больше я уж точно не буду их разводить. Потому как... Уже тяжело за ними следить, кто тут покушал, кто не покушал. Ну, яичем. Яичем. Ну, яичем. почти готова давайте я хочу посмотреть как все-таки он умрет зомби вот они успей доплыть ну чтож все все уровень пройдет такая своеобразная игра не сказал бы я что тут что-то интересное есть необычно так что тут у нас опять в саду но полить на сразу наш росточек надо ну и давайте пройдем переключения посмотрим что тут нам предложит наш сосед но наш сосед неплохой расклад нам предложил кроме как дерево факел вот она мне не нравится конечно так бастика можно спокойно купить и зубастики и арбузы вот так вот жесткая летающих нету давайте зубастики и арбузы пройдем этот уровень вот таким раскладом но или не пройдем должны пройти думаю думаю должны пройти так если нас конечно не подведут ожидания так вначале все стандартно застраиваем подсолнухов но вот я последнее время как говорится совсем оборзел я их 6 штук ставлю а потом только начинаю копить на зубастика вот меня наверное когда-нибудь это погубит но вот например сейчас но не в этот раз на лучшее штук надо прям стык в стык притык притык так ну в принципе нормально почему но не буду я уж так сильно офигевать там ставить апгрейд еще успеем мы но сейчас наверное я поставлю все-таки апгрейд вот сначала поставлю апгрейд потом даже еще поставлю просто подсолнух и только теперь поставлю зубастика вот так вот ну да вот так вот я вот решил поиграть кстати говоря нужно было уже и задуматься об обороне так ладно ну в принципе уже старт банки будут пока ставить стен орехи пока на ну и арбузики конечно уже можно ставить арбузики так вот как раз проживал наш зубастик отлично все хорошо у нас апгрейд поставим надо уже начинать строить арбузики вот я и построил здесь первый арбузик на самом деле то что он его сейчас не успеет убить это не ничего страшного так вот видите он только начал его кусать и тут же был съеден нашим зубах зубошлёпом и вот даже вот так линию обороны хочу сейчас усилить в этом уровне чтобы у нас не только стены орехи были но еще и такие усиленную очень сильно ты как как сидели кстати говоря у нас еще звездочки есть про которые я почему-то забыл вот кстати верхний уровень у меня никто не стреляет все просто кушают нашу тыковку спокойненько пока я тут непонятно куда поставил арбуз ну ладно сейчас по-быстрому поставим арбуз вот мне интересно этот зонды успеет проживать я лучше поцелу да да господи вот и решение проблемы сразу выкопаем зачем нам нужен там стены орехи сюда поставим вот так вот и какой усилим так ну линия обороны у нас приличная получается уже за исключением конечно арбузиков ну и конечно да нижняя линия вообще открыто ложь нижняя линия зубастик так нужно бы арбузик поставить сюда в нижнюю сейчас я думаю так и сделаю поставлю арбузик и все и больше ничего но кроме как сейчас тыков закончится там может буду обновлять конечно где-то это пусть видят но ни одной новой линии строить больше не буду так ну и буду конечно до апгрейд наши по возможности подсолнухи не знаю зачем нам это уже надо можно не апгрейдживать ну просто хочется хочется больше солнышек так вот так вот мы это все делаем все абсолютно стандартно ничего сложного я думаю может попробовать сразу стартануть с арбуза ну наверно 300 собрать не получится все таки это очень круто да 300 не получится собрать хотя может быть не знаю может быть и получится собрать и 300 ну кстати говоря уровне стали заметно сложнее раньше эти первые уровни вообще были очень простые сейчас они по сложнее но начинаются они так же кстати говоря в этой игре главное что всегда стабильное начало и что там дальше очень сильные волны идут музыки и не успели подготовиться они нас уже мало волнует а вот одинаковое начало так конечно хорошо ну и конечно прикольно то что нам покупку еще дают после каждого уровня здесь то есть не покупку а по мешочку с монетками то есть ну хоть хоть какой то бонус так давайте выйдем польем сад дзен Если, конечно, ну вот тут не палит, тут удобрить нужно. Опа! Ха-ха. Вы видите, что там выросло? Там выросла картошка. Слушайте, а сколько он стоит? Три тысячи? Нет, что-то он сильно много за него даёт. Я его отсажу на всякий случай. Она имеет свойство взрываться. Может, она взорвётся? Так, ну и давайте ещё один уровень. Пройдём. Пройдём ещё один уровень. Так, он нам тут предлагал колючку под солнух и ромашку. Так, вот надоело мне играть арбузами и начинать с арбузов. Я теперь, знаете, что хочу? Я хочу сыграть теперь даже без зубастика. Хочу сыграть звёздочками. Только из атакующих, чтобы у меня были звёздочки. Вот, поэтому... Ну вот, возьмём кабачок, чтобы, возможно, начать. И вишню. Ну, против форс-мажоров, скажем так. Без арбуза, без ничего. Вот таким вот макаром хочу начать. Посмотрю, что из этого выйдет. Ну, что-то по-любому из этого выйдет. Два ряда звёздочек, думаю, должны будут уничтожать. Нормально. Так, ну всё, пора садить кабачок в серединке. Так, и вот, наверное, уже пора эту звёздочку садить. Я вот только не знаю, вот она как она... Блин, вот я её туда посадила, а она даже не стреляет. Ну, у них есть такая вот особенность. Они стреляют, кажется, вниз или чуть назад. Короче... Ладно, у нас, если чё, кабачок ещё есть. Поэтому раздавим его. Пока. Так, надо сидеть подсолнух. Да, конечно, чуть сложнее развитие получается. Ну, вот так вот. Вот, пошли. Пошёл обстрел. Ну, в принципе, нормально стреляют звёздочки. Отлично. Вот, уже пошёл обстрел. Так, сюда стену один будем садить. Сейчас последнюю звёздочку поставлю. Вот так вот. Так, всё отлично. Теперь апгрейды плавненько будем делать. Так вот, мне интересно, как же это у нас система сработает? Если вообще сработает. Ну, должна в любом случае сработать. Чуть ли не сработать. Угу. Да, конечно, пока медленно у нас набираются денежки, но ничего страшного. Ну, вот, можно уже ещё сценарий поставить. Звёздочку. Звёздочку. Ну, так вот. Так. Ну, уже довольно серьёзно у нас линия обороны. Точнее, линия... Ну, обороны ещё линии нету. А вот линия атаки, так называемая. Так, посажу пиковку сюда. Ну, линия атаки, вроде бы, пока никого не пропустили. Так, и будем постепенно засаживать ещё и всё, и колючками, походу. Вот так вот, что-то вообще не нравилось. То, что мы делаем, мы будем ещё и колючки засадить. Вот так вот мы будем делать. Пиковку. Апгрейд. Отлично. Ну, и, конечно, не забываем про колючки. О, кстати, вот нижняя линия, возможно, сейчас прорвётся. А я сюда стену или пассажир. Хотя они бы не прорвались. Ну, я решил лишний раз себя предостеречь от возможности прорывания. Вот, кстати говоря, опасный момент. Ну, вот он не дошёл. Но вообще, вы видели, вот он здесь шестом бежал так прям решительно с намерением прорваться. к нам. Ну, вот у них чё, в чём большое преимущество у звёздочек, то, что они стреляют, помимо всего прочего, вниз. То есть, если даже кто-то выйдет на эту линию, по нему тут же начнут стрелять звёздочки. Вся линия. Вот. И он тут же погибнет от такого массивного обстрела. Вот и всё. Так что, в принципе, тут ничего такого страшного нет, даже в том, что если даже кто-то прорвётся. Ну, хотя сейчас уже никто не прорвётся. Сейчас у нас уже не колючки и два ряда даже в звёздочек и усиленности на орехи. О, видите, как интересно здесь бегут эти... Ну, не скоп, я не, ну да, с шестами. Зонбит с шестами бегут. Так, ну что тут, тыковку надо посадить. Ну, вот, всё усиление произведено. Сейчас единственное, что мне осталось, это колючки везде построить. Ещё дверь и не колючек. Ну, тут уже чисто по времени респауна ставим колючки. То есть, они довольно быстро перезаряжаются. Проблем тоже не будет. Бум-бум. Бум-бум, зомби отвалил из бушка. Ну, и не стоит забывать, что у нас в запасе вишенка есть. Да, в принципе, с звёздочками тоже можно начинать. Ну, звёздочку с кабачком, если использовать. Тоже довольно сильная связка получается. Конечно, приходится эти колючки строить. Ну, опять же, я думаю, даже без них мы бы справились. Ну, просто мне сейчас захотелось засадить всё колючками. Вот. Опять же, колючки очень хороши в том, что, ну, в дальнейшем и не в любом случае мы будем пользоваться, поскольку они предоспередают всяких там машин снежных, которые об них разбиваются. Прочие ерунды. Вот я ещё хочу попробовать начать, в принципе, с колючек. И посмотреть, что из этого выйдет. Вот только колючками. Ну, не только колючками, конечно. Хотя, можно на самом деле попробовать. Колючка плюс кинорех. Что из этого выйдет? Вот чисто так сделать вот тут ну, прятки на орехов в пиковках, всё остальное колючками сделать. И что из этого получится? Я то есть, не знаю, но что-то же должно было получить. Да, надо будет это проверить. Интересно, мне кажется, получится. Вот. Хотя, может, я и проиграю, но очень хочется. Не, можно даже начать или кабачками начать. Кабачки плюс колючки. Если так ничего нет. Думаю, должно получиться. Ну, хотя, судя, что вот этот зомбак под обстрелом даже по колючкам прошел так далеко, всё-таки не очень, наверное, это будет. не получится. Не знаю, короче. Посмотрим. Хочется мне так попробовать. Наверное, нужно было так вот первый уровень проходить. Кстати, может, ночной уровень попробовать так пройти там с паровиками. О, да, когда пойдут ночные уровни, я точно попробую так сделать. Вот, мне кажется, в ночной уровень такая тема прохляет. Так, ну, у нас тоже две с половиной тысячи. Да, конечно, плюс этого метода, вот как мы сейчас играли, то, что очень много солнца, костец. Если бы они прибавлялись в конце партии к тому, что мы не имеем к деньгам, то это было бы, конечно, круто. А так, конечно, смазанный эффект получается. Ну, собрали мы их, а что толку-то? Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Получайте удовольствие от жизни. Подписывайтесь на канал. С вами был Шашлык.